Друзья мои, в кои-то веки у нас реально срочный и важный выпуск новостей. Сегодня мой знакомый прислал настоящий и очень важнейший эксклюзив. На Красной площади впервые был показан новый Aorus Senat кабриолет. Давайте прямо сейчас глянем видео. Уф! Итак, поехали! Это же просто наш Роуз-Ройс Phantom Drophead купе. Видео короткое, но на нем многое видно. Да, машина в камуфляже, но четко понятен силуэт. Меня лично очень радует этот момент. Надеюсь, эти машины дойдут до серии, потому что конкретно эти два автомобиля, насколько понятно из того, что происходило на Красной площади, они готовятся для того, чтобы выехать на 9 мая, когда будет Парад Победы. И, конечно же, все вы видели, как во время Парада Победы там едут два автомобиля, но это кабриолеты марки ZIL, старые советские шикарные кабрики, которые, кстати говоря, по-моему, не были доступны к покупке частными лицами. Они использовались конкретно, их было построено небольшое количество именно под проведение таких важных государственных мероприятий. И здесь мы видим, что начиная уже с этого 9 мая им подготовили смену под брендом AORUS. Напомню, что сейчас у нас получается уже достаточно широкий модельный ряд у этой компании. Во-первых, есть AORUS Senat Limousine, длинный, который вы уже могли много раз видеть в новостях. Также есть AORUS, как обычно называют такие машины, которые короткобазные, коротыш, то есть такой более компактный седан, но все равно он очень крупный по размерам. Также есть AORUS Mini Van и что еще? Ну и вот, по-моему, да, теперь вот есть еще одна вариация, это AORUS Senat Cabriolet. По технической части в нем, в этом кабриолете должно быть то же самое, что и в модели Senat. Там у нас гибридная силовая установка от Porsche, мощностью почти 600 лошадиных сил, 880 ньютон-метров крутящего и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Ну что, друзья, пишите ваше мнение, интересно, что вы думаете про эту новинку. Реально, ну, пока что, конечно же, машина в камуфляже и до конца, до конца все непонятно. Немного забавно выглядит камуфляж, хороший силуэт, реально такая Роуз-Ройсовская получается внешность. Надеюсь, надеюсь, что это в деталях будет тоже хорошо, хорошо выглядеть уже без камуфляжа и по технической части все будет хорошо. Вообще, проект AORUS, мне кажется, очень важен сейчас для страны, потому что в том плане, что все люди ждут, окажется ли это реально достойными автомобилями, да. Очень важно, чтобы там все было круто, чтобы это не получилось каким-то, какой-то глобальной программой по освоению денег, да, нужно, чтобы реально получился крутой продукт, которым можно будет гордиться, которым можно будет двигать на международную арену. Кстати говоря, что касается модели AORUS Senat, то по предварительным данным, базовая стоимость, стоимость базовой версии будет начинаться с 10 миллионов рублей, но уже совсем скоро машины доберутся до массового производства, планируют на пике увеличить на данный момент производство до 5000 единиц в год. Очень амбициозные планы, надеюсь, у наших все получится. И также, конечно, большой еще вопрос, насколько это наша техника, потому что, опять же, гибридная силовая установка от Porsche, да, ну и так далее. Ну, скоро, надеюсь, у нас будет возможность прикоснуться к этим машинам вживую, мы все узнаем и вам покажем. А сейчас ждем ваши книги про AORUS Senat Cabrio. Продолжение следует...